Сейчас будет классика, да? Тупые блондинки отвечают на вопросы. Вы, я думаю, самая умная блондинка на этой планете. Первый вопрос очень сложный. Ну? Какое математическое действие обратно умножению? Ну ладно, хорошо, допустим, у нас 4 математических действия. Плюс, минус. Я предлагаю тебе воспользоваться подсказкой, но твой выигрыш оставит не тысячу рублей, а тысячу рублей. Погоди, ну смотри, она сейчас снимает камера, поэтому мы должны сдвинуть, типа, все время туда. Ну, прикинь, как бы будет видос, и там только твой затылок. Никуда не годится. Да, ничего не знаю, я не знаю этого. Евгений Ширяе Продуксье представляет. Привет. Здравствуйте. Привет, привет. Как называть вас, величайся? Анастасия. Меня Рома зовут. Меня зовут Джека. Это немножко неадекватная передача. Круто. Давайте мы назовем эту передачу «Неадекватное шоу». Окей. Заметано. Неадекватное шоу. Сейчас я вам задаю 5 вопросов. Если вы отвечаете на них без подсказок правильно, то я плачу вам тысячу рублей. Заметано? Окей. Хотите, будем по очереди отвечать? Как вообще? Хорошо, отлично. Первый вопрос. Угу. Как звали собаку за главную героиню рассказа Чехова? В каком рассказе? Наверное, этот рассказ также назывался «Какая-то собака». Шарит? Нет, там по-другому. Это из «Собачьего сердца», да? Нет. Нет. Чехов и главную героиню звали вот эту псину. Ее так вот звали, как главную героиню, как подсказку. В общем, подсказав тебе сейчас, ты получишь не тысячу рублей, а тысячу рублей. Договорились? А там нету, ну, именно из какого рассказа Чехова? Я просто не понимаю. Как мне кажется, что как рассказ называется, так и собаку называют. Я предлагаю тебе воспользоваться подсказкой, но твой выигрыш оставит не тысячу рублей, а тысячу рублей. Ты первая героиня, поэтому все только для тебя. Для тебя все это в мире. Для тебя? Я не знаю. Подсказкой будешь пользоваться? Цвет волос. Цвет волос? Рыжий? У меня рыжий цвет волос. Русый. 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 Какие бывают цвета волос? Русый. Рыжий, каштановый. Каштанка. Как? Каштанка. Каштанка. Все верно. Второй вопрос. Как называется женский балетный прикид из корсажа и многослойной юбки? Пачка. Пачка сигарет бывает? А ты на балерину пачку хочешь? Куда? Закинуть. И это будет правильным ответом? Угу. Куда чешете с Романом? Покушать. Проголодались? Я не очень. Ромка голод. Угу. Хочет сладенького. Угу. Третий вопрос. Назови три цвета на флаге Италии. Желтый, красный, черный. Ой, Италия. Это испанец. Италия. Желтый, красный, красный. Нет такого не написанного. Я не помню. Ну ладно, это не глобально. Это испанский, да? Красный. Ну, я-то не знаю. Да. Я подскажу тебе, но выигрыш составит 500 рублей. Сейчас тебе. Подсказать? Нет. Настя, подсказать? Угу. Подсказать? Там есть зеленый? Зеленый, да. Там есть? Зеленый, красный. И? Желтый. И нет, и? И черный? Нет. Белый? Белый. Белый, зеленый, красный. Белый, зеленый, красный. Угу. А это испанский. Возможно. Да. Четвертый вопрос. В каком городе штата в Техасе находится центр управления полетами НАСА? Если смотришь эти иностранные... Как громко, а? Эти мотоциклы. Иностранные фильмы. И там обычно в космосе кто-то летает, а они такие... Ага, ага. И говорят это слово, которое подразумевает, что они связались с ребятами, которые на земле, а земле находится в штате Техас, а в Нью-Хэмпшире... Техас. Подсказав, из 500 рублей выигрыш превратится в 300 рублей. Уитни? А я не знаю. И я всегда люблю тебя. Уитни? Фамилия? Не могу сказать. Хью? Хью? Хьюстон? Хьюстон. Хьюстон. Понятно. Интересно. Пятый вопрос. Физический процесс обратный испарению? Конденсат. Все верно. Все, передача закончилась. Возьми микрофон, поздравь кого-нибудь с днем рождения. А кого же день рождения? Просто передай кому-нибудь привет. Передаю привет своим друзьям из Южной Америки и Уругвая, ребят. Маринка. Твой выигрыш всего лишь 300 рублей составил сегодня. Это тебя. Зови Романовича сюда. У тебя сегодня хорошее настроение? Ну, такое, да. Веселенькое. Отлично. Почему надо веселенькое? Потому что погода хорошая. Я думал, может быть, курнулся немножко марихуанами. Все не успел. Каким словом итальянского происхождения называют незаконное перемещение товаров через границу? Контрабанда. Это совершенно правильный ответ. В какой стране вы находитесь, когда гуляете по Душанбе? Душанбе это... По-моему, это Таджикистан. Это совершенно правильный ответ. Какой физический закон утверждает, что энергия не исчезает и не возникает из ничего? Что-то не знаю. Мысли нет. Не курнул. Мысли нет из-за того, что не... Да. Из-за того, что не курнул? Да. А что, когда курнешь, мысли появляются? Я наоборот как чистый лист. Бывает. А к тебе нет, фантазия знатная. В глазах видно. В глазах видно. Я могу подсказать тебе, но подсказка будет стоить 500 рублей. Ну, минус типа. Это закон, который... Safe Energy. Сохранение энергии. Да. Закон сохранения энергии. Я умею подсказывать. Классно. Четвертый вопрос. В какой европейской стране национальной женской одеждой является мантилья? Европейской стране. Испания, наверное. А что такое мантилья? Мантилья? Ну, не знаю по звучанию. Просто к этому. Не знаю. В точечку. В точечку. Пятый вопрос. Персонажи какой пьесы являются Ольга, Иришка и Маша Прозоровы? Прозоровы? Прозоровы. 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 Ольга, Иришка. Не всплывает. Три девки. Что-то файлик. Три сестры. Три сестры? Это правильный ответ. Ты победитель в этой передаче. Возьми микрофон и передай кому-нибудь привет. Привет, инопланетяне. Мы с вами. Ты думаешь, они смотрят нашу передачу? Я думаю, они подписались уже на все каналы, что есть. Держи пятихатушку. Миштяк. Похаваю. Что похаваешь? Похаваю. Сырники. Да? А ты же со сметанкой? Со сметанкой? Да, давай. Да. Серьезно. Давай. Все, Романович, давай. Удачи. Как бумаг дадут шаг? Я буду задавать тебе вопросы. Если ты на них ответишь правильно, я заплачу тебе Манико Бабос. А что это вопрос? Школьное. Да, до свидания. Не, я, блядь. Чисто говоря, не помню. Ну вот, тогда борода будет. Ну давай все равно попытаемся. Попытаем счастье? Да. Ну давай в камеру смотреть подальше. Мы же снимаем видос. Что ты на ютубе укладываешь? Да. А как найти потом? Евгений Ширяев, меня зовут. Я же. А тебя как зовут? Меня Раджак. Меня Раджака. Почему? Первый вопрос. Какой остров разделен на греческую и турецкую части? Вот такая вот движуха. Погоди, ну смотри, она сейчас снимает камера, поэтому мы должны сдвинуться все время туда. Ну прикинь, как бы будет видос, и там только твой затылок. Никуда не годится. Да, ну что, не знаю, это вопрос. Ну что, тогда все равно спасибо. Да не за что. Спасибо тебе. Давай, счастливо. Израил. Пока. Уважаемые телезрители, я сейчас появился в Рутубе, и в этом Рутубе конкурс есть, где мне надо за сентябрь набрать 2000 подписчиков и 3000 просмотров. Ой, 30. Ой, рыгота. И 30 тысяч просмотров. Поддержите в этой движухе, мне там они закинут какие-то бонусы. Ну развиваю Рутуб. Все, очень много у меня всяких этих социальных сетей. Везде надо крутиться, вертеться. Везде как-то стараться заработать лавешечки. Кстати, про зарабатывание лавешечек у меня есть сайт в описании Евгений Ширье Продукционер. Это спонсор этой передачи. Ну что, тоже туда залезайте, заказывайте свадьбу. Я веду свадьбу, веду корпоративы, видосы снимаю. Всякие другие потребности, нетребка. Все в описании. И этот Рутуб канал тоже есть. Патла. Поддержите меня в нем тем, чтобы подписаться и посмотреть пару видосов. Вообще, по ништяку спасибо, спасибо сделал. Спасибо. Привет. Ты же занимался танцульками, правильно? Ну, прямо сейчас нет. А вообще, да. Тогда поучаствуй в моей передаче, Викулина ведусь. Пять минут. Пять минут? Да. Хорошо, отлично. Ты изменился, конечно. Ну, чутка. Ряха такая стала у тебя зватная. Немного пополнел. Это из-за того, что ты пьешь много Гиннесса? Нет, это из-за того, что была пандемия, не было работы. Я сидел дома и отдыхал. И не танцевал? Ну, логично, да, работы не было. Не было подвижности, залы были закрыты, я пытался бегать по улице, но ничего. Мы учились в одной путяге. В колледже? Ну, типа, да. 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 Не помню. Итак, я задаю тебе пять вопросов. Ответив на них, ты получишь тысячу рублей. Чудесно. Прекрасный. Прекрасный денек сегодня. Вообще чудесный. Первый вопрос очень сложный. Ну? Какое математическое действие обратно умножению? Деление? Ты должен подумать подольше. Будто бы ты не знаешь ответ. Ну, подыграй мне. Ну, ладно, хорошо. Допустим, у нас четыре математические действия. Плюс-минус явно. Ну, деление. Деление, да. Деление, конечно. Второй вопрос. К какому биологическому роду относится апельсин, лимон, лайм? Апельсин, лимон, лайм? Можешь и не думать. Да, цитрусовый, ладно. Да, цитрусовый. Какой праздник в повести Гайдара отмечают Чук и Гек в тайге со своими родителями? Вот это подвох. Это единственный фильм его, который я, наверное, не смотрел. Фильм Гайдара? Да. Чук и Гек, Чук и Гек. В тайге. Праздник. Ну, я предположу, ладно? Я не могу ничего... Я не знаю, поэтому я предположу, что это... Новый год. Нет? Это гениально. Да? Да, это просто обалденно. Это действительно... Я не знаю. Я не знаю. Но такого фильма я тоже не смотрел. Гайдара и Гайда, это две разные... Да, я что-то, что-то... Четвертый вопрос. Да. Какой частью речи является слово «вручную»? Вручную. Прилагательное? Сказал бы я. Но? Но окончание «ую». Вручную. Какую? Русский язык это прям не для танцоров. Прям вопрос не для танцоров. Вручную. Тем более, судя по внешности, ты араб. Да, конечно. Конечно, конечно. Какую? Какой? Ну, прилагательное. Че я думаю? Подсказав тебе, твой выигрыш изменится. И он будет составлять не тысячу, а всего лишь 500 рублей. А без подсказок я так могу угадать бесконечно? Нет? Очень такие правила серьезные в этой передаче. Хорошо. Это неадекватное шоу. Неадекватное шоу. Хорошо. Тогда я неадекватный, я неадекватный. То есть, это предполагается, что это неправильный вопрос. Ответ. Вопрос. Вопрос вообще не. Ты меня путаешь. Ты запутал меня. Все, хорошо. Отлично. Тогда в какую? В какую? В какую? В какую? У тебя есть возможность еще раз что-нибудь сказать. Если ты скажешь неправильно, тогда подсказка. Ну, тогда я использую сначала, конечно же, попытку. Конечно, давай. Да, да. Конечно, давай. У нас есть наречие. Наречие. А, все, наречие. Да? Да, наречие. Наречие. Отлично. Чудесно. Чудесно. Вопрос. Это был второй вариант, кстати. Я чувствую, там будет что-то, да? Самое. Самое сложное. А для чего самое сложное? Для того, чтобы выигрыш твой составил не тысячи рублей, а меньше, либо вообще ничего. А это чудесно. Это чудесно. Как звали маму? Кого маму-то? Подожди. Забор. Как звали маму македонского? Блин, а вот отчество-то его... Александр Играшев, македонский. Александр, жалко, тогда не было матьчество. Как сейчас? Ну да, тут уже есть. Ну я, честно, я слышал. Я, если не Ольгович, как бы, по спросу. Вопросы больше не имею. Не, ну я знаю только один случай. Вот теперь два. Два слушаю. Как звали маму македонского? Ну я, прям, просто вот так кинул. Я просто от балды что-то вот вспомнил. Елена. А что, я попросил ее имя назвать, да? Как звали мать македонского? Давай фамилию, хрен с ним. Фамилию? А возможно это имя, погоди. Фамилия Елены Елена? А наверное это ее имя, действительно. Елена? Ну, имя, да. Я вот сейчас вспоминаю ее имя и думаю, да блин, наверное, это имя. Ну, я вот... Это необычное имя. Необычное. Это было то, что подсказка, она стоила тебе 50 рублей. Такая, сразу понятно, да, подсказка, которая не особо, да? Ну то есть Елена не подходит, да? Ладно, хорошо. Необычное имя у македонского. Тут без подсказки хрен ты че. Ну, я понимаю, да, но я же могу ткнуть пальцем в небо и нечаянно необычное... У тебя возможность есть 6 раз тыкать бесплатно. 6 раз тыкать, давай. Так это какое шоу вообще, если ты заданешь? Это неадекватное шоу. Да, 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 6 раз, 6 раз затыкаться. Так, ладно, хорошо. Где-то я тебя видел. Еще, еще где-то я тебя видел. Раз я тебя видел, то могу, ой, это же тот чел с моей путяги. О каком году? Ты постарше года на два, кажется. Да! Я был на первом курсе. А я на четвертом. Я на шестом выпустился. Да? Ну, я в этих цифрах. 2006, если что. Белавина же была классная руководитель. Да, шикарная, жаль, что она. Да, да, да. Она меня очень любила. Я был лучший КВСщик за всю историю этой долубанной путяги. А я был лучший из клуба знатоков, ну так просто. Нет, нет, нет. В этой передаче я не участвовал. Я лучший из клуба знатоков от хореографии. Потому что хореография всегда что-то как-то не тянула, а со мной первые места. Молодец. Но это не помогает мне с македонским. Короче, македонский. Македонский, македонский. Ну, давайте пусть это будет. Давай, будет, 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 будет. Адриана. Не знаю, почему у меня в голове такое имя. Симпатичное имя. Ну, ладно, подсказка гребаная. Да, конечно, да. Она будет стоить тебе еще 150. Ну, короче говоря, при уигрыше ты получишь 700 рублей после этой подсказки. Супер, хорошо. Отлично, да? 250 получается. Как бы тебе подсказать? Надо придумать. Это слово ты знаешь. И его не только ты знаешь, а я его знаю. И все его знают. Потому что в этом слове почти все страны участвуют каждые четыре года. Дождик идет. Да ладно, что ли? Капает прямо на камеру. Надо соскакивать. Олимпиада? Да, верно. Все, привет кому-нибудь. Ну что, передаю привет, конечно же, своей жене Альбине. Сколько я обещал там лабора? 700. 700. Это пятихадочка? Это чудесная пятихадочка. Так, и вот еще две соночки красавицы. Зайчушечка. Ух, это сегодня лучший день. Я не ожидал. Ну и, конечно же, привет колледжу культуры. Привет колледжу культуры, который воспитал нас. Воспитал нас, и мы нечаянно на улице. Я вообще в шоке, если честно. Я до сих пор не могу это понять. Ну, не может же человек на улице просто знать факты, которые это. То есть мы не помним друг друга. Ну, мы знаем друг друга, мы не помним. Как меня зовут? Я без понятия. Без понятия? Анатолий? Анатолий, Анатолий. Нет, не Анатолий. Сдвигай меня Игорь. Очень приятно. Евгений. А, ты Евгений. А, ты Евгений. Евгений. Я знал, как тебя зовут. Мы узнали Олимпиаду и узнали Евгений. А тебя? Евгений. Тоже? Да. Что, Риле? Риле, Риле. Это просто супер, это просто супер. Спасибо. Спасибо, это было круто. Это было неожиданно. У меня еще одно с микрофоном я смотрю. А, у меня привычка такая. Да, конечно, я у меня работаю с микрофоном. Я ведущим работал еще. Такая же фигня. Значит так, в описании есть сайт Евгений Ширяепродуксъем. Это типа мой сайт. Я там веду свадьбу, видосы всякие снимаю, всякие делишки. Мудилишки. Поэтому сколько стоит свадьба у тебя? У меня свадьба? Я не веду свадьбы, потому что мне не нравится ритуал. Нет, дело даже не в этом. Я веду просто такие официальные мероприятия, которые, ну типа, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня открываем события, которые бла-бла-бла-бла-бла. Прикол. Ну, вот это вот администрация. А у меня наоборот. Я не люблю вести вот эти все лабуды, но мне нравятся свадьбы. Причем я не делаю там вообще ритуалы. У меня самая неадекватная свадьба. Если вы хотите неадекватную свадьбу, без ритуалов, нахрен эти караваи, эти всякие очаги, очаги, это ко мне. А если вам нужно официально вот эта вот администрация, ла-ла-ла, прирубляйте к Евгению, который оставит в описании какую-нибудь свою лепту. Да, 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 без проблем. Пару-тройку ансамблей оставлю, в которых я работаю, может быть. Ну, а как это называется? Ансамбль «Петербургская мозаика». Ансамбль «Как же второе название-то?» Как же второе название? Вьетнамский пируэт. Нет, вьетнамский «Вок». Нет, второе название у нас есть еще «Русская душа», конечно же. «Русская душа и Петербургская мозаика». Все это можно найти в интернете? Да, 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 да. В ВК, в... Где еще у нас, господи? В инститет тоже, по-моему, есть. Везде, да, есть. Ну, слава богу. И там мое вот это вот лицо вы увидите тоже. Это вот не очень худенькое лицо. Ну, да, да, да. Но и все еще подвижное. Так, а что, сколько времени? У меня... Уже паралитет, да? Мне просто нужно идти, потому что у меня 10 минут осталось до того вот места. Вот того места. Работно и красиво соскакиваешься. Ну, хорошо, до свидания. Пока. На самом деле, да. Все, спасибо большое. Пока. Пока. Вся хрень называется Евгений Ширяев. Евгений Ширяев. YouTube. Везде. Везде Евгений Ширяев. Смотри, я популярный чел, смотрел, хочется мне фотографироваться. На самом деле, про замечательный. Ну, я просто на паре опаздываю. Можно просто сфотографироваться? Давай быстренько. Хрен с парами, поучаствуй в передаче моей. Не могу, я говорю, я сам опаздываю на паре спешу. Три минуты. Быстро, очень быстро. Три минуты. Подожди. Опаздывает он на пары. Вот так вот стоим, вот здесь вот, стой здесь. Вот так вот, стой здесь. Все, быстренько. Что за пара сейчас будет? Теория автоматического управления. На нее можно и опоздать разочек. Не переживай. Итак, первый вопрос. Две четверти, это сколько процентов? 50. Как тебя зовут? Кирилл. Что согласно Библии? Не что, а кто. Согласно Библии был матерью Каина и Авеля. Очень известная женщина. Где в Марии? Нет. Она сделана из ребра. Ева. Эта подсказка стоила тебе 300 рублей. Ева. Третий вопрос. Какой правитель был убит в Сенате Рима, в мартовские Иды? Плохо с историей. Сейчас будет подсказка на 200 рублей. Ну, кого убили? Цезарь. Молодец. Четвертый вопрос. Какой химический элемент называется так же, как планета в Солнечной системе? Меркурий. Да нету Меркурия. Уран-Уран. Уран. Ты молодец. Пятый вопрос. Название какого направления в искусстве происходит от французского слова впечатления? Перечисляй все эти искусства. Быстрее. Тебе нужно бежать на пару. Быстрее. Апсорционизм. Как еще раз? Апсорционизм. Еще раз? Апсорционизм. Ционизм там есть. Подсказка на 200 рублей. Буква первая И. Вторая буква М. Импровизация. В конце это НИЗМ. Имп. 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 Совершенно верно. Ты молодец. Держи микрофон. Кому-нибудь теперь давай привет. Всем привет. Привет городу Самара. Я его обожаю. Чуть больше чем с Арктикбург. Сколько денег я обещал? Нисколько не обещал. Хорошо. Я заплачу тебе 300 рублей. Спасибо. За участие в этой передаче. Смотрите обязательно Евгения. Замечательный человек. Подошел сфотографироваться. Преподавателю скажу. На обед. На обед. Да. Преподавателю скажу, что был очень занят. Ты не опоздаешь. То есть фото. Давай. Подожди. Спасибо. Все, беги. Сейчас будет классика. Тупые блондинки отвечают на вопросы. Вы, я думаю, самая умная блондинка на этой планете. Как вас зовут? Ксения. Ксения? Угу. Родственница Собчак? Боже упаси. Нет, конечно. А почему так же зовут вас? Очень странно. Мы так с папой решили, да. Чисто. Такое совпадение? Да. Так. Русская народная игра с мечом и битой. Лапта. Совершенно правильно. С ума бы не сойти. Кстати, я вам сказал, что уиграв в этой передаче вы получите всего лишь тысячу рублей. Ну, это тоже хорошие деньги. Но если вы будете плохо отвечать, я буду подсказывать. Это программа такси, да, какая-то была такая? Забавная. Там, где людей подвозил лысый человек? Да. Это другая передача? А, нет. У меня очень много волос на голове. А как вас зовут? Жека. Жека. Хорошо. Очень приятно. В какой город стремились уехать три сестры в пьесе Ибрагима Чехова? Ой, Ибрагима Чехова. Нет такого. Антон Павлович Чехов. Три сестры. Три-три-три. Господи, вот видите, как вы меня поймали. Это же школьная классика. Три сестры. Куда же они стремились уехать? Если ничего не читал. Я-то читала-то давно. Опа! В столицу, наверное, мечтали уехать. В Москву? Ну, тогда столицей был Петербург. Ну, они, наверное, стремились в Москву. Совершенно верно. Сейчас стремятся в Москву. Все стремятся. Да что там они все позабыли? Деньги. Прямо как сейчас, да? Ничего не меняется. Ничего. Даже во времена Ибрагима Чехова. Много вопросов-то будет? Еще три. Еще? О, боже мой. Какое место занял спортсмен, о котором говорят, что он занял деревянную медаль? Деревянная медаль? Ну, наверное, это должно быть что-то обидное, когда ты прямо рядом с Победой, да? Золото, серебро, бронза и... Четвертое? Четвертое место. Серьезно? Четвертое место. Я не знала. Я тоже. Я чисто логически. Глядя в ваши глаза. Сегодня, когда сидел. На горшке прочитал это в интернете. Четвертый вопрос. Какую птицу в народе называют сизарем? Сизарем? Сизый. Сизокрылый. Голубь, наверное. Голубь? Ну и сизый. Вообще говорят, что голубь сизокрылый. Обычно говорят. Если так говорят, пускай так и дальше говорят. Правильно это? Серьезно? Сейчас по традиции будет пятый вопрос, и он наверняка будет... Ищу вот самый сложный. Ну, зачем же так? А вы из Питера? Да. А, то есть вы питерский? А вы, наверное, ловите студентов, да? Сейчас в преддверии сентября. Никого не ловлю, просто ловлю людей. Итак, вопрос последний. Какой библейский царь рассудил женщин, споривших из-за ребенка? Споривших из-за ребенка? Да. А можете напомнить историю, чего они спорили-то? Это напоминание будет стоить 100 рублей. Хорошо. Шоколадка подойдет? И конфетка? Нет, 100 рублей. То есть 900 рублей вы получите, а не тысячу. Ну хорошо. Они приходят к нему. Одна говорит, это мой сын. Второй говорит, это мой ребенок. Одна говорит, это мой ребенок. Третья говорит, это мой ребенок. Он говорит, хорошо. Говорит, давайте-ка его сюда. Сейчас я его напополам разрублю. И забирайте, все будет честно. Одна говорит, не надо, пожалуйста. А другая говорит, давайте. И, конечно, что он отдал ребенка тому, которая сказала, что не надо. Рубите пополам. Нет, наверняка. Все по чесноку. Вот такой мудрец. Библейский царь. Женек, а ты что там? Иди сюда. Библейский царь. Блин, вот я вообще в этом... Что забыл? Евгений. Ширяев. Ширяев, господи. Нам нужна подсказка от себя, Евгений. Итак, если вы хотите, чтобы Евгений вам подсказал, то выигрыш будет составлять не 900, а 500 рублей всего лишь ваш. А он знает ответ? Он все знает. Он очень умный человек. Евгений, можем вас поближе сюда? Да. Итак, этот царь, этот царь, две бабы, как-то вопрос? Делили ребенка. Одна сказала, очень хочу поделить, но давай пили пополам. Какой библейский царь рассудил женщин, споривших из-за ребенка? Я кроме Соломона никого не знаю. Я знаю. Да? Делим пополам? Ну, если я не помню, то Гордий Фузел. Это, по-моему, Гордий, наверное, его звали. У тебя же там тренировка уже вроде как. Не тренировок, я вернулся, я все сделал. Я думаю, ну, тут как бы можно что-то, ну, правильно я сказал? Нет, спасибо. Нет? Спасибо за это. То есть, не Гордий Фузел? Вы уже ответили, правильно. Соломон? Да, все верно. То есть, я была права все-таки. Вот вам колбаску. Боже мой. Вот, смотрите, в камеру. Мои три минуты славы. А потом можно будет сделать фото? Я тогда покажу сыну, может, он знает? Обязательно, обязательно, подождите. Вот, смотрите, в камеру что-нибудь говорите. Женя может просто стоять. Ну, он просто симпатичный человек. Так и вы станьте рядом. Так что я должна сказать? Я должна сказать, что ребята, хорошая солнечная погода, замечательный Евгений. Мне удалось заработать денег, это очень приятно. Так, это пятихаточка? Супер, отлично. Сколько там я обещала? 900. Смотрите, все бабосы, что вот есть, все вам отдают. Да. Я сейчас очень удивлю коллег, как я провела обед. Спасибо огромное. Мне за что. Ребята, тут все по-честному оказывается. Спасибо. Спасибо, Мариса. До свидания. Ну, фото. А, фото, да, давайте, конечно. Да, давайте, я там не так, чтобы... А вы прям, наверное, известный, да? Очень известный человек, да. Известный меня там почти этих всех сволочей не бывает. Мы не встанем, я с вами сфотографирую. А как, вот сюда встать? А давайте тогда мы попросим Евгения. Да, я вот тоже думаю. Я тут... Ну, что у нас сейчас народ удивится. Вот так удивится. Я тут работаю рядом. Хорошо видно? Ну, мне плохо. И что, народ часто выкивает? Постоянно. Серьезно? Постоянно. Раз, два, три, еще разок и все. Спасибо огромное. Голливое. Я живу. Классная лисичка. Очень классная лисичка, да. Интересно, я снимал вообще все это? Фу, слава богу, снимал. А я вам дам вот такую штуку, чтобы вы тут не зря стояли. Обалдеть, какая классная штучка. Спасибо. Женек, иди сюда. Евгений. Что, я снова здесь? Я снова в кадре? Мне тут просто... Подождать, Женек. Хорошо. Возьмешь? А то я сейчас типа сладкое не ем. Так мы же... Ну, ладно, я в зал иду, ладно. Фитнес-батончик, поэтому... Ну, сожешь. Я... Можно съем? Съешь обязательно. Забыл, что хотел сказать. Берите секунду. А, у меня же есть рутуб канал. А, даже рутуб есть. Рутуб. И там какой-то есть челлендж Голимы, где я должен за сентябрь набрать 2000 людей подписчиков и 30000 просмотров. Если я это сделаю, то мне... Что-то там, короче, будет по красоте. Они будут продвигать мои видосы, еще интервью со мной сделают, как я добился, блядь, вот этого успеха. 2000 подписчиков. Да, короче, от души в душу вас расцелую всех. Подпишитесь вы на этот долбанный рутуб канал и посмотрите все эти вонючие видосы. Он так же называется? Да. Евгений Ширяевич? Да, да, да. Рутуб. Рутуб. А вообще, он открывается? Я вообще, последний раз на рутубе я был 2000... Я не помню. Я в 1989 году там был, и там до сих пор ничего не изменилось. Все так же. Да, все такая же. Лабуда, ну что-то они там крутятся и вертятся, понимаешь? Ну, импортозамещение. Да. Подписываемся. Подписываемся обязательно. Рутуб. Я еще не знаю, что там вообще за видео. Главное самое... Я даже не знаю, что мне предстоит посмотреть. Ну, я уже смотрю. Все, что происходит, то и все будет. А вот это? Вот все тоже самое. Чудесно. Я с удовольствием посмотрю. Обязательно. В конце концов, если не зайдет смотреть, то можно же включить и не смотреть. Обязательно. Без звука можно смотреть все это. Хорошо, да, отлично. Сейчас вот поеду смотреть. Ну, хорошо. На беговую дорожку. Отлично. Все. Я пойду. Все, до свидания. Я тоже заканчиваю эту передачу. Деньги закончились. Деньги закончились. Передача заканчивается. Пока, пока, Жень. Я не шучу насчет того, что в Рутубе есть и в этом Рутубе, в этом Рутубе есть мой канал, а в этом канале есть мои видосы, старые видосы. Их можно обновить, посмотреть. Там не только эта передача, а другие передачи. Но если я хотя бы немножко победю в этом, слово это дебиле, челленджи, то было бы очень даже хорошо. Хорошо, ставьте здесь лайки, дизлайки, пишите здесь комментарии, можете написать слово «Чехословакия». И после этого слова что-нибудь еще написать. Спасибо. С вами был Жамапель Ажен Евген Ширяев. Любите этот канал и смотрите всю эту дребедень, которую я постоянно здесь снимаю. До свидания. Евгений Ширяев Продуксио Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok